Завершение торговой недели и бурного первого квартала на Уэлл-стрит обещает быть довольно горячим. Слабые внутридневные торги после выхода данных по индексу расходов на личное потребление подарили рынку немного оптимизма. При этом инвесторы сохраняли осторожность. Аналитики группы компаний ИнстаФорекс уже собрали для вас главные новости к этому часу. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Американские акции выросли в четверг, так как акции, связанные с технологиями, продолжили сильный рост. При этом акции региональных банков США упали, поскольку администрация Джозефа Байдена предложила более строгие меры для снижения рисков. К звонку о закрытии бирж промышленной Dow Jones вырос на 141 пункт, это 0,43%. Технологичный NASDAQ прибавил 87 пунктов, это 0,73%, а эталон S&P500 поднялся на 0,57% и закрылся у значения 4050 пунктов. Предрыночные торги пятницы главные индексы фондовой Америки провели довольно спокойно, заняв выжидательную позицию до публикации макроэкономических данных. Уже после того, как вышел показатель расходов на личное потребление, все три биржевых топа устремились в рост, индексы прибавляли шагом от 0,3% до 0,5%. Что касается прогнозного диапазона движения, то для котировки S&P500 он очерчен в границах значений 4010 и 4130 пунктов. В четверг базовые индексы США провели в умеренном движении внутри зеленой зоны. Технологический индекс вырос на 1,1% и дал S&P500 самый большой рост, в то время как полупроводниковый индекс Филадельфии достиг самого высокого уровня почти за год. Акции региональных банков США упали, индекс региональных банков снизился на 2%, а финансовый индекс S&P500 упал на 0,3% и стал единственным сектором, завершившим день в минусе. За один день до конца первого квартала технологический сектор вырос примерно на 20%, сектор услуг связи примерно на 18%, NASDAQ находится на пути к самому большому процентному квартальному приросту с конца 2020 года, Dow Jones находится в минусе, а базовый индекс S&P500 вырос почти на 6% в первом квартале. Группы акций крупных технологических компаний, включающие такие компании как Meta, Apple, Netflix и Alphabet выросли на колоссальные 33% на буме новых приложений искусственного интеллекта. Данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось по сравнению с предыдущей неделей, и это указывает на охлаждение рынка труда. Отдельно, рост ВВП в четвертом квартале был немного ниже и составил 2,6%, по сравнению с более ранними оценками в 2,7%, что подтверждает необходимость более мягкой политики ФРС. В четверг трое представителей Федеральной резервной системы оставили дверь открытой для дальнейшего повышения ставок. При этом двое отметили, что проблемы в банковском секторе могут создать достаточно сдерживающих факторов для экономики. Президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в четверг, что Центральному банку предстоит еще много работы по снижению инфляции, а президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что вполне вероятно, что ФРС еще раз повысит ставки в этом году. Трейдеры фьючерсных контрактов теперь оценивают в 60% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания, которое состоится 2-3 мая. Котирующиеся в Соединенных Штатах акции Alibaba Group Holdings выросли на 3,5% после сообщения о том, что его логистическое подразделение начало подготовку к первичному публичному размещению акций в Гонконге. Акции GD.com подскочили на 7,8% на планах выделить в отдельное подразделение, занимающееся недвижимостью. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу были сдержанными до публикации важных данных по инфляции. И февральские данные, опубликованные Министерством торговли, подняли настроение на Уэлл-стрит, так как большинство показателей свидетельствовало об охлаждении инфляционного давления. Цены, не включающие волатильные продукты питания и энергоносители, в феврале в Соединенных Штатах выросли на 0,3%. Базовый ценовой индекс снизился с 0,5% в январе и превзошел прогноз рынка в 0,4%. Годовой показатель, являющийся предпочтительным для ФРС, вырос на 4,6%. И это наименьший прирост за 15 месяцев. И также ниже ожиданий рынка в 4,7%, что может говорить об устойчивых дезинфляционных процессах. Что касается личных расходов, то в феврале они выросли на 0,2% по сравнению с резким январским ростом в 2%. Показатель оказался ниже рыночного прогноза в 0,3%. Тревожный звоночек поступил от еще одного показателя. Доходы физических лиц, хотя и снизились по сравнению с январем, но меньше, чем ожидал рынок. Доходы в США выросли на 0,3% при ожидании рынка в 0,2% и по сравнению с январским ростом на 0,6%. При этом рост доходов был обусловлен ростом компенсации и заработной платы в государственном секторе и в секторе услуг. Данные показывают замедление инфляционного давления и возрождают старую добрую дискуссию на тему, достаточно ли этих цифр для паузы ФРС. С одной стороны, данные оказались лучше рыночных прогнозов, но с другой они все еще далеки от целей Федрезерва в 2%. Некоторые чиновники ФРС отметили потенциальный удар по экономике из-за проблем банковского сектора. В то время как последние данные, включая всплеск еженедельных обращений за пособием по безработице, также поддержали надежду на то, что Центральный банк близок к завершению своего цикла повышения ставок. Кроме показателей по инфляции на движении рынка, сегодня могут оказать данные о настроениях потребителей от Мичиганского университета, которые будут опубликованы позже. Кроме того, стоит обратить внимание на ряд выступлений спикеров Федрезерва, которые выйдут к микрофону, уже оценив данные по личному потреблению. В частности, сегодня планируется выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. Что касается валютного рынка, то внутридневные торги были довольно слабыми. Котировка USDX, которая отображает положение доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют, немного подтянулась по отношению к коллегам, но позже сбавила темп прироста. К звонку об открытии бирж индекс доллара подошел, торгуясь выше на 0,25 у значениям 102,3 пункта. Что касается прогнозного диапазона движения индекса доллара, то он очерчен в границах 101,7 и 102,7 пункта. Движения на валютных рынках в пятницу были приглушены на фоне выхода множества данных по инфляции. Индекс доллара смог немного укрепиться на данных по инфляции в еврозоне, а статистика показала, что потребительские цены в ЕС выросли. Темп роста потребительских цен в еврозоне замедлился до 6,9% в марте, после роста инфляции на 8,5% в феврале. Это представляет собой самое резкое замедление с тех пор, как Евростат начал собирать данные в 1991 году. Евро, который в одночасти достиг недельного максимума по отношению к доллару из-за таких данных по инфляции в Германии, снова упал, но все еще был настроен на месячный прирост на 3%. Доллар на фоне единой европейской валюты выглядит гораздо более тускло. Индекс доллара рискует потерять примерно 2,7% в метамесяце. При этом ожидается, что квартальное падение котировки USDX составит 1,1%. Падение доллара на 1% является его самым слабым началом года с 2018 года. Скромный рост, вызванный поспешным бегством безопасные активы в середине марта, когда банковский кризис напугал инвесторов, ослабевает. Рынки процентных ставок, несмотря на довольно ястребинную риторику спикеров Федрезерва, продолжают верить в вероятность паузы ФРС, оставляя такому шагу 40%. Все это не очень хорошо для доллара, но сегодня индекс еще может получить поддержку от спикеров Федрезерва, которые выступят уже имея на руках данные о личном потреблении. Что касается канадского доллара, то актив внутри дня отошел от ранее достигнутых минимумов. Пара USDCAD, которая была стабильной и торговалась вблизи значения 1,3540, это на 0,18% выше. В выход свежих макроэкономических данных положение Луни немного укрепило. Что касается прогнозного диапазона, то сегодня он для канадского доллара очерчен в границах 1,3480-1,3610. Итак, сегодня опубликовались данные о состоянии экономики Канады, которые показали, что в январе ВВП вырос на 0,5%, после небольшого сокращения на 0,1% в декабре, и при прогнозе рынков прирост в 0,3%. 17 из 20 промышленных секторов продемонстрировали рост. Основной положительный вклад внесли услуги размещения и питания. По предварительной оценке, в феврале экономическая активность в Канаде, вероятно, увеличится на 0,3%. При этом цены на нефть в пятницу оставались стабильными. Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли почти на 6% по ходу этой торговой недели, подорожали на еще 0,2% до 79,45 долларов за баррель. При этом WTI прибавила 0,7%, подорожав на этой неделе примерно на 8%. Но контракты были настроены на месячное падение на 5,3% соответственно, после того, как ранее в этом месяце они достигли самого низкого уровня с 2021 года. Что касается криптовалютного рынка, то здесь биткоин внутри дня потерял порядка 0,8% и снизился до значения в 27,900 долларов. Уже после выхода данных по расходам на личное потребление, цифровое золото развернулось в рост. Актив прибавил порядка 1% и торговался вблизи уровня в 28,5 тысяч долларов. Что касается топовых альткоинов, то они солидарно развернулись в рост. От 0,1% до 5,9%. Что касается новостей криптовалютного рынка, то в четверг стало известно, что прокуратура США вынесла обвинения по 8 пунктам против доквона. Соучредители Terraform Labs и разработчика валюты TerraUSD и Luna обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, также в мошенничестве с использованием электронных средств и в мошенничестве с товарами и заговоре. Уголовное дело следует за гражданскими обвинениями комиссии по ценным бумагам и биржам США против квона в прошлом месяце. В своем гражданском иске комиссия обвинила его в Terraform в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в криптовалюте. Квон скрывался от правосудия в течение нескольких месяцев, и власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года. Южно-корейская полиция заявила в пятницу, что личность подозреваемого арестованного в Черногории была подтверждена. Бывший король криптовалюты, который стоит за убытками на сумму более 40 миллиардов долларов, был задержан в аэропорту с поддельными документами. Возвращаясь к цифровому золоту, отметим, биткоин показал исключительно хорошие результаты в этом году, увеличившись на 70% и в настоящее время торгуясь на уровне в 28 тысяч долларов. Однако, как мы уже отмечали ранее, мнения аналитиков рынка в отношении будущего актива полярны, они колеблются между падением до 13 тысяч и ростом до миллиона долларов. Текущая цена биткоина продолжает колебаться около уровня цен в 28 тысяч долларов. И если цифровое золото успешно пробьет уровень сопротивления на высоте в 28 тысяч 950 долларов, это может привести к увеличению стоимости актива до 29 тысяч 200 долларов и даже до 30 тысяч 700 долларов. И наоборот, если материализуется нисходящая тенденция, ожидается, что цена биткоина найдет сильный уровень поддержки около 27 тысяч 600 и 26 тысяч 600 долларов. Это был взгляд на завершение торговой недели в США от аналитиков группы компаний Инстафорекс. Наша команда желает вам провести торги удачно и уйти на выходные с прибылью. Торгуйте легко с Инстафорекс и до новых встреч на канале! Увидимся в понедельник! Субтитры создавал DimaTorzok